Малиновый край И любовь, и причастие святого будет со всеми вами Для собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ведении как второй престольный праздник Он и в иронологическом, и в календарном порядке идет сразу после первого Рождества Девы Марии В Ведении один из наиболее важных этапов в земной жизни Царицы Небесной Событие относит нас в 30-е годы до нашей эры По преданию, у уже пожилой Иерусалимской четы Иакима и Анны не было детей Они усердно молились, чтобы Господь послал им ребенка Взамен праведные родители Богородицы пообещали отдать малыша на воспитание в храм Их мольбы были услышаны, и на свет появилась Дева Мария Во исполнение обета малышку, когда она немного подросла, привели в Иерусалимский храм Где будущую Богородицу встретил первосвященник Захария и сопроводил в святая святых С этого момента началось служение Марии Господу Она проводила все время, пока не обручилась с Иосифом в храме в молитвах и трудах И тем не менее, с этим промыслом Богом было так вот предусмотрено, что кивот завета – это пресвятая Дева Которая пришла в храм, стала той святая святой, через которую Бог пришел сюда к нам Кстати, мы сегодня празднуем, пресвятая Дева зашла в храм Господу, чтобы послужить великой тайне Великая тайна для нас непостижима, не умолк, даже и сердцем непонятно, как это будет Что она пришла послужить Бога в обращении Владыка отметил, что в нашей сегодняшней реальности пример честности и жертвенности Родителей Богородицы как никогда актуален Уж слишком часто мы стали забывать об обещаниях, которые даем не только друг другу, но и Господу Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Уллправда ТВ